Всем привет дорогие друзья автомобилисты! От многих покупателей автомобилей, БО автомобилей, слышу такую фразу Вот ты купил куклу, то есть она подготовлена под продажу, все сделано аккуратненько, все идеально И вы как бы покупаете автомобиль, а в результате получается, что он все-таки подубитый, там что-то уставшее Давайте просто постараемся аргументировать Куклой можно назвать любой автомобиль, за которым есть уход То есть хороший хозяин постоянно следит, чтобы все было четко в автомобиле Там протирает, там подкрасит, там где-то скол обязательно подмажет А другой водитель, который ничего на это не обращает внимания, ездит, убивает И автомобиль внешне становится замученным Но когда вы выбираете автомобиль, осматриваете, допустим, перед покупкой То прежде всего вы обращаете внимание на то, как прежний хозяин к этому автомобилю относился То есть вы смотрите, не затерто, не протерто, заменено что-то, допустим, или не заменено Если вы сядете в салон, и салон будет загаженный, будет затертый Все это грязное, вытертое, сиденье, руль обтертый, ручки переключения, там все это будет обгрызанное, везде покоцанное То вы сами скажете, что если он внутри такой, то скорее всего он там и там где двигатель, и коробка, и трансмиссия, и ходовая В общем все, все будет в таком же состоянии, а я думаю может быть и хуже Поэтому кукла, это не всегда факт, что ей подкрасили, как говорят, губы Нет, очень часто это просто автомобиль ухоженный И если даже автомобиль готовится под продажу, и на нем, допустим, был перетянут руль, перетянутая рукоятка, переключение передач, подкрашено, там сколы заделанные Если где-то там что-то было, все это доделано, все аккуратненько, закреплено, нигде ничего не болтается, все аккуратненько То как же этот автомобиль можно назвать куклой? Нет, это уже просто ухоженный автомобиль Куклой можно назвать только тот автомобиль, который действительно готовили на скорую руку То есть он был максимально убитый, а его внешне только чуть-чуть привели для того, чтобы вы могли его купить А потом вы загоните его на подъемник, на СТО, заглянете снизу, а там потеки масла, там все побитое днище, камнями, там где-то бордюры цеплялось и всякое такое Вот что называется куклой То есть кукла это внешне подготовленный, а внутри уваленный автомобиль А если автомобиль, заглянете снизу, он целенький, все нормально, заглянете внутри, он целенький, все нормально, масло менялось, все четко, по регламенту, то есть человек явно за ним ухаживал То как этот автомобиль можно назвать куклой? Это не кукла, это просто ухоженный автомобиль И самое главное, что такие автомобили стоит покупать, потому что они действительно ухоженные Надеюсь, что вы со мной согласны, если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Всем пока, будьте здоровы!